Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы начали очень важную, серьезную, актуальную и полезную беседу, беседу о праве. Но, естественно, не с точки зрения юриспруденции и вообще не с точки зрения там гражданских и прочих уголовных кодексов, а с точки зрения философии, о праве как о философской категории. Почему мне кажется важным об этом поговорить и почему с нашим гостем, собственно говоря, сегодня встретились второй раз, продолжить этот разговор потому, что есть серьезная деформация у современных христиан в представлении Бога. Мы уже неоднократно в наших передачах говорили, что наше богообщение начинается с того, как мы себе пишем портрет Бога, как мы его себе представляем. Если мы себе представляем седовласого старичка, сидящего на облаке и посылающего то град, то клубничный дождик, ну, хотим мы того или не хотим, наши отношения начинаются именно с таким дедушкой, и мы молиться начинаем с такому дедушке, и каяться мы идем к такому дедушке, и причащаемся мы такого дедушке, ну и так далее. Если мы исповедуем Бога как рабовладельца, работорговца, а мы его безропотные, бесправные рабы, которые хлыщут хлыстом по спинам, то это тоже предполагает определенную, определенный сценарий отношений с Богом. Если Бог есть судья и мы приходим к нему на суд за поиском справедливости, или же Он нас начинает судить справедливо и вообще выходит на передний план категории справедливости, а не любви, то это тоже будет определять наши отношения с Ним. И вот именно по этой причине мы решили заговорить, поговорить о категории права как о философской категории. Что же она все-таки в конечном итоге предлагает и предполагает? Как выйти-то на отношения с Богом как с Отцом, как выйти на здоровые отношения, субъект-субъектные мы бы сказали, отношения с Богом. Говорить будем с кандидатом юридических наук, некогда доцентом Самарского университета, правоведом Юрием Евгеньевичем Пермяковым. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Я прошу прощения за столь долгую вводную, но мне кажется, я вот сейчас все сказал и сейчас брошу гранату идеи, мысли в вашу сторону. И согласны ли вы с тем, что я сейчас сказал? Вот. И если да, то с чем именно? Если нет, то с чем именно? Мы в прошлый раз, нас на полусловие, к сожалению, время наше подошло к концу, мы на полусловие прервались на теме инстанции. Но вот можно начать с того, является ли Бог этой инстанцией, которая претендует и оказывает определенное давление на наше право? Или же он та инстанция, которая это право конституциирует и определенным образом заявляет, являет тебя в этот мир с этим правом? А в целом, вообще, мне кажется, очень важно поговорить сегодня, ну я надеюсь, что мы об этом поговорим, о том, в вашем чудесном определении право как нечто, что предполагает встречу и общение с иным. Вот все. Теперь я умолкаю, и меня бы хотелось слушать, так же, как хотелось бы, наверное, слушать нашим зрителям. Ну, во-первых, мне кажется, надо лишить понятия инстанции некоего такого мистического ореола. Откуда она берется, понимаете? Вот есть я, а есть вы. Где инстанция? Инстанция возникает, но опять же, если говорить высоким языком теории, инстанция – это некая персонификация единства. Если единство есть, понимаете, если мы с вами в чем-то, в совместной работе, в совместном отдыхе, если мы с вами образуем некоторую целостность, ну элементарно, мы с вами несем одно бревно на субботнике. Да-да-да. Мы с вами должны идти в одну ногу, понимаете? Иначе у нас бревно свалится, и мы не туда уйдем. Мы должны друг друга понимать. И тогда кто-то из нас, возможно, вдруг скажет, уменьши шаг, я устал, допустим, да? Ведь другой может подумать, а кто ты такой, чтобы мне приказывать? Я сам знаю, куда идти и прочее. Но это будет очень глупо, потому что бревно свалится, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому тот, кто говорит от имени инстанции, никогда не выступает каким-то, опять умные слова вертятся на языке, каким-то трансцендентным, понимаете? То есть ниоткуда взявшимся существом. Да нет же, инстанция – это просто голос обеспокоенного человека, обеспокоенного тем, что единство, которое необходимо, оно куда-то уходит, и поэтому нужно его восстановить. Но это обеспокоенный другой, внутренней инстанцией быть не может. Конечно, конечно, человек выступает от имени. Понимаете, инстанция – это всегда представительство. То есть кто-то говорит от имени чего-то. Вот первое, кстати говоря, может быть, правовое понятие – это понятие представительства. Когда кто-то от вас что-то требует, а вы спрашиваете его, а ты кто такой? И очень редко бывает, что кто-то называет свое имя. Обычно все называют инстанцию, статус. Да? Я не знаю этапа. Ну, одним словом, у нас, правда, инстанция действительно очень много, можно наугад назвать какое-нибудь управление дворовыми постройками. И попадешь, и все равно попадешь. Ну, я хочу сказать, что вот эта вот инстанция, хотя у самого понятия, у самого слова, тоже очень хорошая, хорошая этимология. Инстара, по-латински – стоять у входа. Человек подходит к пещере и задает вопрос. Он не видит того пророка, который скажет ему, да, и он только слышит голос. Но нужно задать вопрос. Кто там? Нет, нужно задать вопрос свой, собственный. Ага. Поэтому… Просто почему я сейчас решил вдруг, вспомнилась, удивительно, как мы с вами… Вы начинаете, а у меня сразу рождается целая сеть ассоциаций. Я вспоминаю откровение Иоанна Богослова, где Христос говорит о себе, что вот я себе стою у дверей и стучу, а еще кто отворит, то войду и буду с ним трапезничать. То есть удивительное то, как Бог уважает это право, открыть или не открыть. Уважает право задать с той стороны вопрос, кто там. И услышав, например, Христос, сказать, нет, сегодня не до тебя. И он не выламывает дверь с ноги, а он делает очень таким нежным, трепетным таким жестом постукивания в дверь. С уважением. Да. Право. Почему? Очень часто мы видим, просто заранее знаем, что ничего хорошего не получится. Мы общаемся, ну, я не знаю, там, в процессе какого-нибудь делового взаимодействия, и мы понимаем, грубо говоря, кинут. Понимаете? Почему кинут? Откуда это ощущение идет? Уважение. Уважение к другому. Но как-то я один раз очень рискованно в аудитории, в учебной. Студент что-то отвечает, там, про уважение к закону. Я преподавал теорию права. И надо вот уважать права человека и прочее. И я как-то не очень, может быть, педагогично. Я его спросил. Ну, вот тебя за что мне уважать? Вот просто, да, если говорить по существу. Ну, что такого-такого в тебе есть, да, который поленился учебник прочитать, который тут заикаясь о чем-то, еле-еле что-то такое говорит. Где это основание для уважения? Ну, конечно, я был в этом смысле очень плохой педагог. Да, я студент растерялся. Но сама проблема и сам вопрос. А откуда берется уважение в отношениях друг с другом? И вот мне тоже, да, здесь помогает этимология. Потому что древнее слово славянское «важить» – это тянуть груз весом собственного тела. Это знаете что? Класс. Это репин. Бурлаки на Волге. На Волге, да, да, да. Вот как у них тело, да, падает. Вот они падают – это и есть важить, а не тянуть. Поэтому ты упадешь и вытянешь груз настолько, насколько весишь сам. Вот что такое уважение. Класс. А приставка «у» – это всегда около, рядом. Это пространственное расположение. Иначе говоря, уважение – это есть понимание иерархической структуры мира. Я нахожусь рядом с тем, кто выше меня, больше меня, значимее меня, сильнее меня. Но речь идет не о физическом, понимаете. Речь идет о том духовном усилии, о той способности к духовному усилию, которую я ценю в этом человеке, и я его уважаю. Почему я уважаю боксера, понимаете, которого долбят и в лоб, и в нос, и в челюсть? Да потому что он находит в себе силы противостоять этой физической боли. А в данном случае, тогда уж коль возникла эта метафора с боксером – боится, значит, уважает. Как работает? То, что страх всегда рядом с уважением – это безусловно. То есть уважение, может быть, это примитивная форма уважения, но то, что страх – да. Да, да, там, где есть превозможение какое-то, ты не можешь не бояться, понимаете. Мы все боимся, когда вдруг земля задрожит, потому что… Или когда пожар, да, ты видишь, что ты, что это стихия, несоразмерные вещи. Я сейчас вспомнил строчку из одной песни Шевчука «Господь нас уважает». Можно ли так сказать? Можно, конечно. Можно, конечно. Вы же сами сказали вначале, да, что постучал в дверь. А вот здесь, помимо уважения, есть еще и желание, чтобы другой был свободен с тобою. Потому что несвобода – это всегда фальшак, понимаете. Потому что несвободный человек никогда не сможет открыться, и тогда ты не будешь знать точно, с кем ты имеешь дело. Ну, такие правила вежливости, понимаете. Он следует этикету, и ты не знаешь, а что он на самом деле думает, понимаете. Поэтому, если уж ты действительно хочешь иметь дело с другим человеком, уважай его выбор, уважай его некую внутреннюю жизнь и предоставь ему свободу. Поэтому нас не всегда хватает на доверительное отношение. А там, где недоверие, ну, мало веры, да, недоверие. Вот тогда нам нужны средства дистанцирования. И, кстати говоря, одно из определений права – это средство удаления. Нам нужна дистанция. Без дистанции. Мы же не можем жить всегда душа нараспашку, понимаете. Это все равно, что повесить мишень и ходить по городу – это тяжело. Но меня немножко отвлеклись, мне кажется. Речь шла об инстанции. Да, является ли Бог этой самой внешней инстанцией? И вообще, в целом, вот если бы я спросил, есть ли вообще какое-то богословие права? Философия права мы разобрались. Богословие права. Вообще, вот в систему взаимоотношений Бога и человека где-то вообще вписывается право? Я вот, мы с вами до эфира обсуждали эту тему, что есть ряд священников, и вообще в современной церкви обсуждается тема того, что есть отдельная ересь права. Ересь права. То есть, для наших телезрителей надо пояснить, что это то, что откалывается от православия. Кстати, тоже слово право. Вот, православия. И становится какой-то сегментом ереси, сектанства и так далее. То есть, эти священники говорят о том, что отстаивать собственные права – это все равно, что поливать почву, какой-нибудь жирный чернозем ядохимикатами. Вырастать там будет что-то ужасное. И вырастают пороки, тщеславие, гордыни, самолюбие, опять же, вражды, злобы, когда каждый отстаивает собственное право. Но есть ли вообще вот это вот самое христианское измерение права, и все-таки Бог – это, если это не какая-то давящая на нас инстанция, или это все-таки давящая, но тогда как давящая? Вот как бы вы это определили? Ну, я боюсь в этой территории христианского богословия еще одну ересь сейчас произвести. То, что у права есть духовное измерение – это как пить дать, это однозначно. Другое дело, что когда я встречаю, а это очень устойчивая традиция и в православном богословии, и в отечественной философии, я знаю, что право только ленивый не пиннал. Понимаете, в XIX веке, ведь, собственно говоря, у Достоевского в «Преступление и наказание» и в «Братьях Карамазовых» право представлено карикатурой. Понимаете, там, если вы помните, такой есть сюжет в «Преступление и наказание», когда подозреваемый, подозреваемый, но не убийца старушки, проценчица, да, он уже дал признательные показания, и все совпало, и все есть. И следователь Порфирий Петрович встречает Раскольникова на улице и говорит ему о том, что следствие закончено, тот признался, все есть, вот все. И Раскольников, он не знает, то ли груз его свалился с плеч, но он в восторге, он спрашивает этого следователя, так кто же убил? И тут знаменитые, так вы же и убились, и вот вам, да, карикатура Достоевского, все доказательства на то, что убил другой. Но все доказательства ложные, понимаете, потому что это право, там есть процессуальный порядок, да, вот, собирание доказательств, там, и приобщение к делу. Но это все по-настоящему для Достоевского туфта. Почему? Да потому что право – это всего лишь условность, и вот это представление о праве, как будто это есть некое конвенциональное понятие, о чем мы с вами договорились, будем считать это доказательством, а этого преступником. И вот против этого восставал и Достоевский, и Толстой. И многие, да, в ряд шли. Что противопоставил этому Соловьев? Владимир Сергеевич. Ну не тот Владимир Соловьев, другой. Да, конечно, об этом я даже не говорю. Так вот, Соловьев в своем «Оправдание добра», да, толстая книга, которую просто нужно, с этого нужно начинать преподавание права. Он пытался доказать, что право, как и многие моральные категории в европейской философии, и этим отечественная философия, да, не похожа на европейскую традицию, понятие права лишено конвенционального характера. То есть, если мы нацеливаем на то, что право должно обеспечивать справедливость или человеческое достоинство, то за этими понятиями что-то стоит реальное, а не наша всего лишь беседа, где мы с вами договорились. И поэтому для меня отчасти легко сказать, что я не думаю, что учение в рамках богословия или в рамках религиозной философии, и тем более в рамках светской философии, учение о праве – это некая уступка, да, вот падшести этого мира. Нет, это просто та точка, от которой должно идти движение. Ты должен знать, где ты находишься, потому что истерник звездам, да, то есть ты должен отталкиваться от этой земли, и на этой земле тебе нужно сказать свое слово. И я так полагаю, что и Евангелие, и тем более Ветхий Завет – это не те источники отрицания права. Понимаете? Мы, конечно, можем сейчас перечислять там по памяти какие-то евангельские сюжеты, где есть уважение Богу-богу, кесарю-кесарю и так далее. То есть мы можем говорить о том, что сам евангельский язык – это язык, в котором уместны правовые категории. Там упоминается понятие защиты, ну и так далее. Но то, что с Богом не вступает в правовые отношения, вот этим Евангелие просто бросается во глаза. Бог – это не тот субъект и не та сторона правоотношений. Почему? Да потому что, если другая сторона есть, как, например, в купле-продаже, то, следовательно, и та сторона, и я сторона – мы подлежим какой-то инстанции, понимаете? Инстанции, которые есть над нами, над стороной. У Бога нет инстанции, понимаете? Он не вступает с тобой в правовые отношения. В этом смысле вспоминается сразу удивительнейший мистик сирийской школы, преподобный Исаак Сирин, который говорил так – «Не называй Бога справедливым, потому что если ты скажешь, что Он справедлив, то я погиб». Вот. Потрясающе. Потрясающе. Потому что, действительно, мы привыкли к Богу, к небесам апеллировать, ну, как там у Пушкина, да, в его маленьких трагедиях, вопль Сальери – «Нет правды на земле, но нет ее и выше». Вот. Мы привыкли апеллировать к небесам, как к последней инстанции правды, или лучше сказать, не последней, а именно первой инстанции правды. Вот. Суди, Господи, их всех. Там постоянный литмотив псалтыря. Давид постоянно вопьет к Богу. Суди им, Господи, суди им, суди им. То есть я тот самый истец, который заказывает суд. Я заказываю судебное разбирательство, судопроизводство. Я призываю к ответу всех тех нечестивцев, безумцев, которые меня оскорбляют, обижают. И мы так привыкли видеть Бога, как справедливого судью, забывая при этом, что в первую очередь, если он справедлив, если он судья, то он будет справедлив, и как судья он будет направлен, его молоточек, в твою сторону. И вот тут-то Исаак Сирина говорит, не называй Бога справедливым. Пусть он будет тысячу раз несправедлив в своей любви. Как несправедлив бывает родитель по отношению к ребенку в том смысле, что по справедливости надо наказать, по справедливости надо лишить, по справедливости нужно запереть дома, выключить, там, не знаю, телевизор, интернет, там, чего, всего лишить. Вот. Но почему-то меня прощают. И тут появляется некое такое очень фундаментальное основание для того, той добродетели, которую мы называем прощение. И вот у вас-то, по-моему, я сейчас уже плохо помню, давно смотрел вот эту вот лекцию, которая проходила в симпозионе в нашей библиотеке областной. У вас интересно вытекает еще и идея спасения. То есть вот идея спасения как раз через идею встречи, идею такой правового уважения чужой свободы. Вот. Идея спасения, мне кажется, это, ну, во-первых, это центральная идея христианства. И право право легитимирует, то есть оно дает возможность, дает какие-то инструменты, чтобы я мог что-то сотворить с собою. Вот. Вот. Мы тут можем, конечно, в разброс говорить, да, вот, потому что Евангелие, оно очень многоцветное такое произведение. И, ну, есть одна мысль, которая там сквозит постоянно – сделай объектом заботы самого себя. Да. И в таком случае не так будут важны, может быть, некоторые институты, которые ты пытаешься создать и исправить. Понимаете? Вот мотив, это очень сложно на самом деле, вот, каким образом может звучать мотив в современной политике, в современной философии, потому что стоит нам говорить о гражданском обществе, тут хочешь, не хочешь, мы будем говорить об институтах. Ну, в таком случае претензии мы будем предъявлять к институтам, понимаете? А тут пространство борьбы являешься ты сам. И ты сам к себе предъявляешь претензии. И эти претензии, они вот, да, чем мотивированы? Спасением. Потому что ты не устраиваешь себя самого в этом качестве. Ведь часто бывает так, да, это особенно у творческих, в творческих профессиях, это конфликт постоянно. Человек не устраивает самого себя. Я помню, читал Кротасара, да, Хулио Кротасар, роман у него про одного саксофониста. Его все хвалят, понимаете? Его все хвалят, все в восторге от его музыки. А он смотрит на них и говорит, эх, слышали бы вы эту музыку, которую я не могу... Воплотить. Воплотить, я ее слышу внутри. И поэтому всегда есть соблазн, понимаете, отказаться от этих вот критериев, спуститься этажом ниже и сказать, ну, а, собственно говоря, чем я плох, да, других устраиваю и так далее. И поэтому вот это вот нравственное, оно очень часто вступает в конфликт с моральным. А мораль – это то, что исходит от социума, от группы. Их устраивает этот плотник, а у плотника музыка здесь звучит. Он хочет поступить в музыкальное училище, понимаете? Ему говорят, как же мы? Попробуй объясни, не объяснишь. И поэтому ты должен иметь в себе мужество. Спасать себя? Нужно иметь мужество. Но там вот была идея про то, что для спасения мне всегда нужен другой. Вот насколько я помню. И его свободное решение, его свободное право. В этом смысле, ну, может быть, мы уже, сегодня, к сожалению, время подходит потихонечку к концу. Может быть, мы в следующий раз поговорим о, ну, таких вызовах времени. И очень часто звучит вот этот вот мотив. В последнее время я его слишком часто слышу. Не мотив, вернее, а императив. Должен. 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 Ты должен. Ты должен. Ты должен. В этом смысле, когда мы попадаем в пространство церковное, не в смысле храмовое, а именно церкви, как собрание людей, собранных вокруг Христа и Его Евангелия. Там все слова «должен» заменены на слово «важно». Вот то самое уважение, важность, где ты действительно, все апелляции направлены и предъявлены к тебе. Вот. Но мы проговорим про право как регламентацию чужой свободы и собственной свободы, а, в свою очередь, и как судьбы собственной. Мы, я думаю, поговорим в следующий раз. На сегодня время нашего эфира подходит к концу. Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Я уже вторую встречу получаю невероятное, с одной стороны, удовольствие от диалога, от разговора, столь насыщенного и содержательного, а, с другой стороны, мне всегда нравится распаковывать то, что для меня привычно и уже в чем я устаканивался, ну, вот, Евангелие, да, вера, вот, распаковывать совершенно с другой точки зрения. Я вижу, как это, ну, там, соединяется множеством нитей с другими, как кажется, совершенно параллельными вещами. И за это открытие я вас сегодня хочу поблагодарить. Спасибо огромное. Вам спасибо. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник мы продолжим поговорить о категории права, как о категории философской. Я думаю, что вам следует присоединиться к нам. Для вас должно быть важно. Уберем слово «должен». Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok